Добрый день. Да, сегодня столько много говорили про интеграторов. Я не знаю, если вы здесь сидели, нам даже страшно было выходить на сцену. Меня зовут Анна. Я в компании Cross Consulting отвечаю за три направления бизнеса. Первое — это, собственно, логистика, о которой мы сегодня будем говорить. Второе — это заказная разработка. А третье — это HR-решение. Я также являюсь сооснователем компании HR-Link. HR-Link — это сервис кадрового электронного документа оборота. Думаю, многим из вас он знаком. Представлю Андрея, потому что он обычно стесняется себя хвалить. Я беру на себя эту функцию. Да. Значит, мы сегодня будем говорить немножко про логистическую платформу Concrete. Но вот если говорить про Андрея, Андрей — человек, который отвечает в компании за консультирование крупных и средних клиентов в логистике. Он является действующим преподавателем бизнес-школ. Ну и вообще, если посмотреть на его анамнез, мне кажется, он внедрял все возможные западные российские системы на российском рынке. Про Корус я не буду много говорить. Мы 24 года на рынке. У нас много очень решений в портфеле. В основном к нам приходят те, кому нужно выбрать решение, процесс оптимизировать, ну и дальше добежать до итогового результата. Оказывается, что из крупных IT-компаний мы, наверное, может быть, одна из последних независимых. В общем, никому не принадлежим, но с многими клиентами работаем по 20, по 15 лет. Да, спасибо. Если можно, с вами чуть-чуть познакомимся. У нас там картинки в основном, поэтому чуть-чуть можно. Кто из логистики? Поднимите, пожалуйста, руки. Так, хорошо, спасибо. А кто из IT? Так, больше. Я поняла. Другие люди, наверное… Ну, наверное, им не безразличен ритейл. Да, как минимум. Окей. О чем мы не будем сегодня говорить? Хотя мы об этом постоянно думаем. Мы не будем говорить о том, что роботы нас всех заменят. О том, что есть трудности с набором персонала. Ну и почти совсем не будем говорить об искусственном интеллекте. Да, сегодня уже про это говорили. Значит, о чем мы сегодня будем говорить? Мы будем говорить сегодня в большей степени про изменения. Про то, как эти изменения повлияли на ритейл, на логистику, на IT. И вот даже на нас, на компанию Корос Консалтинг, они, если честно, очень сильно повлияли. Давайте посмотрим историю 4 года назад. Мы здесь сделали небольшое количество вырезок. Я так отойду в сторону, чтобы вам было видно. Мы помним ковид, хотя кажется, что после ковида уже тоже очень много что произошло. Тогда оказалось, что, в общем, весь E-ком замкнет на себе весь оффлайн. Оффлайн погибнет. У нас были в основном все запросы про последнюю милю, про автоматизацию возвратов, про мелкоштучку, про оффлайн и логистику в оффлайн как будто все забыли. Дальше прошел год, все поменялось. И опять стало понятно, что на самом деле оффлайн вечно жив. Он даже там Amazon оффлайновую сетку купил в Китае, начал с развития оффлайна. И мы как бы поняли, что логистики здесь надо очень быстро меняться. Ну, ковид это было не только ограничение доступности каких-то привычных мест или путешествий. Это был такой ежедневный квест, связанный с изменением экономической ситуации. Жизнь продолжалась. И вопросы, которые касаются эффективности, что делать дальше, конкурентоспособности, они никуда не делись и по-прежнему актуальны. Таким образом, необходимы инструменты для того, чтобы это делать, достигать и реализовывать. Да, теперь давайте посмотрим, как менялся ритейл. Ну, вот надо понимать, что здесь большое количество наших клиентов, и я вот даже знакомые лица вижу в аудитории. Наверное, первое, о ком я хотела рассказать, это Галамарт. Они выступали 16 числа на пленарке, генеральный директор вдохновляющий очень рассказывал. Ну, то есть они перестроили всю логистику. Надо понимать, что там первый тренд на изменения, их коснулся вот прямо по полной программе. Они выстроили логистику с Китаем, они запустили конвейер, они проверили огромное количество гипотез на складе. Мы, правда, по-честному еще успели внедрить Манхэттен как западную систему. Я не знаю, можно ли в суе про это говорить, но вот это было. Но мы с ними сейчас обсуждаем как раз переход на новую логистическую платформу. Основная мысль в том, что у них были инструменты, которые позволили им очень быстро среагировать, и логистика прям вся перестроилась, как будто это стартап. Вторая история — это мультиформатность. Здесь вот как бы логотипы наших любимых лидеров, занимающих обычно верхние позиции. Это история, конечно, про персонализированное предложение клиента, про CVP. И тоже надо понимать, что логистика постоянно под это меняется. Одно дело, когда мы говорим про поставки по ДРЦ, под гипермаркеты. Другое дело, когда это жесткий дискаунтер с семью сотнями из КИУ. И системы все автоматизированы, они должны этому соответствовать. Ну и безусловно, один из трендов — это поиск эффективности в смежных областях. Ритейл теперь не просто ритейл. Производство товаров, собственных торговых марок, даже логистические услуги. Все это влияет на то, как выглядит логистика у ритейлеров. Да. Ну и вот у нас в Корусе порядка 350 клиентов в год, проектов в год. Не все из них прям про логистику, но там точно подавляющее большинство ритейла. И мы попытались их как-то сегментировать. Ну вот первый запрос выглядит так. Я думаю, все с ним знакомы. Это про то, что те проекты, которые раньше мы делали за 10 месяцев, теперь клиенты ожидают, что будут происходить за 4. Ну то есть это такая колоссальная скорость изменения, что это даже не каприз. Значит, второй запрос противоречит первому. Он говорит о том, что, слушайте, ну стандартный ВМС, как бы никого не удивишь. А можно нам, пожалуйста, вот так вот, а кнопочки здесь красненькие, а бантик сбоку, потому что это наши конкурентные преимущества. То есть это запрос на реализацию уникальных процессов. Ну и как бы последний запрос про то, что говорит, ну ладно, мы с вами договорились, а вот дальше в следующем году мы купим сеть, откроем склад, возьмем производство, СТМ начнем запускать. А система-то выдержит вообще? То есть это запрос на очень высокий уровень производительности и конфигурируемости. Да, а дальше в этот момент на рынке автоматизации логистики. Вот как все рассказывали, великие люди, сидящие здесь, крупные игроки пишут свои системы. Это надо понимать. Вот не секрет, был релиз недавно на Синьюзе. Эксперты отчитали, что за два года 135 человек они написали логистическую систему. И на российском-то рынке очень много 1С, мы с вами это прекрасно понимаем. И чем дальше, тем будет больше. Но по факту есть еще западное ПО, такое перелицованное с российским лейблом, которое тоже сейчас на рынок начинает выходить. И мы видим, что требования к реестру российского ПО ужесточаются. И вот мы не видели никакого предложения для запроса на изменения, на высокопроизводительность, на нетиповые процессы. Дальше. Какая ситуация была у нас? То есть мы продолжаем поддерживать наших клиентов на текущей системе. Это в основном Манхэттен. У нас есть практика по автоматизации на 1С. Мы делаем проекты заказной разработки. Но вот так обойдя текущих российских партнеров, оказалось-то на самом деле, что ни у одного из них нет готовности организовать партнерскую сеть или вообще хоть как-либо говорить о том, чтобы систему сделать высокопроизводительной, ну и гибкой к скорости изменений. А в самом IT-то при этом очень сильно контекст поменялся. Вот мы здесь с вами слышим целый день и вчерашний, и позавчерашний про AI. И оказывается, что на самом деле, пока мы тут все писали сложные промышленные системы, САПы внедряли, там, Микрософты, можно писать-то уже быстро. Можно писать высокопроизводительные системы, Купайлот использовать, искусственный интеллект. И мы так глубоко вздохнув, мы, в общем, приняли решение внутреннее, что мы будем писать логистическую платформу. И вот мы с большим воодушевлением предоставляем вам название этой платформы. Она называется Конкрет. Мы получили грант на это Эрфритово, это государственные деньги. Мы продолжаем самостоятельно в это инвестировать. И если говорить про там основные идеи под эту платформу, это первое, высокопроизводительность. Второе, высокая скорость изменений. Связано это с тем, что мы всю систему провязали автотестами. Третья история. Это реализация нетиповых процессов. Поскольку это платформа, мы ожидаем, что там можно будет сделать заказную разработку. То есть организовать нетиповые процессы. Ну и третье, это не только про склад. Четвертое. Это не только про склад, потому что, ну, опять же, складом сейчас сильно никого как бы и не удивишь. Да. Нужен швейцарский нож, который подойдет в разных ситуациях и для разного бизнеса. Нужен инструмент, который поддержит разветвленные процессы как на складах, так и в цепочках поставок. Нужно то, что выдержит большую нагрузку. И для того, чтобы это реализовать, мы потратили довольно много усилий, времени и реализовали техническую платформу, на базе которой делаем ряд бизнес-приложений. Сейчас, в настоящий момент, уже актуально доступна система управления складом ВМС и система управления грузовым двором и арт-менеджментом. При этом развитие продолжается. У нас есть план, мы его придерживаемся. Это система управления транспортом, управление заказами, управление логистическими событиями. Все это в развитии. Если кто-то, кто сейчас в зале хочет присоединиться к экспертному сообществу, с кем мы сейчас это обсуждаем, будем рады. Если вернуться к тем приложениям, которые в настоящий момент уже реализованы, это складской модуль, то есть система управления складом и управления грузовым двором. При реализации мы базировались на нескольких таких простых довольно идеях. Первая была в том, что нужен надежный инструмент, который поддержит существующие процессы. То есть все эти инновационные штуки не должны мешать бизнесу функционировать нормально. Вторая история была про то, что мы делаем инструмент для бизнеса и, соответственно, для того, чтобы что-то менять внутри системы, не нужны навыки программирования. Ну, то есть программистов мало, поэтому можно развивать систему, не будучи программистом. Третье – это то, что работа с приложениями базируется на событийной модели и на работе с данными. Ну и четвертое – на том, что можно назвать оптимизацией, поиск некоторого улучшения все время. Фокус именно на этом. Здесь по иерархии мы пошли и подумали о том, что можно реализовывать, накапливая данные, улучшения в процессе. То есть параметризация позволяет улучшить целиком весь процесс, накопив определенный набор данных. Система должна подсказать об этом. Можно пойти на точные улучшения. Например, улучшать работу с заданиями. В зависимости от той нагрузки, которая сейчас есть на складе, от доступности ресурсов, иных ситуаций, которые возникают в реальной жизни. Выдача заданий, распределение заданий. Оно может меняться. Система должна на лету это подстраивать, поддерживать. Должны меняться механизмы взаимодействия с пользователем. То есть в зависимости от того, что делает человек, система дает ему удобный интерфейс. Безусловно, система должна поддерживать разные форматы работы с запасом. То есть понятно, что есть стандартная коробочная история, как перемещается внутри склада коробка, как она живет. Но очень много того, что нельзя просто так померить. Негабаритные товары, мерные товары. Все это заложено в систему на основе параметров. Так же, как адресная система и работа с различными видами топологии. Либо мы можем работать вообще без адресной системы, работать с грузами. Все это в конфигураторе. Ну, собственно, несколько месседжей для IT. То есть я говорила про то, что это история высокотехнологичного современного ПО, без привязки к какому-либо вендору. Провязана сквозными автотестами. Мы даем инструмент CICD в проект. Это сейчас, насколько я знаю, никто не делает. Ну и система со встроенным мониторингом. У нас постоянный нагрузочный тест. Мы добавляем функционалии, все время проверяем. Ожидаем, что это, конечно, будет эффект вау. В завершение. Если у вас есть какие-то решения, которые вам кажутся, они классные, давайте попробуем их инкопорировать в платформу и получим на российском рынке такую мировую известность и платформу. Мы сейчас с несколькими клиентами переговоры ведем. Если вы чувствуете себе силы и возможность проговорить про то, куда вести логистику, потому что вы из реального бизнеса, и вы точно это знаете, мы с вами с удовольствием пообщаемся. Такие интервью мы сейчас тоже проводим, такие экспертные. Ну и давайте делать проекты вместе, потому что мы с вами точно знаем, что будущее — это то, что принадлежит исключительно тем, кто умеет меняться. А мы поможем. Спасибо вам большое.